всем привет друзья с вами реальный басист и сегодня у нас очень необычное видео мы будем делать электронный звук баса и звука обычной бас-гитары при помощи техники сэмплирования в программе ableton live 10 в принципе техника сэмплирования она универсальна для всех d w таких как logic ableton cubase и так далее рипер вот и также на физических сэмплерах таких как например электрон октатрек роланд и другие можно делать все то же самое просто крутив ручки итак друзья давайте приступим и сначала мы должны записать сэмплы с которыми мы будем работать запишем сначала пару нот на ладовом басу отлично теперь запишем пару нот на безладовом басу ну что ж сэмплы для работы у нас есть давайте теперь приступим непосредственно к саунд дизайну итак чтобы начать манипуляцию записанными сэмплами мы идем во вкладку инструмент и кидаем на midi track инструмент который называется simpler собственно говоря это встроенный эйблтоновский плагин который позволяет работать сэмплами вот у нас уже simpler загружен на midi track номер один и теперь мы сюда перетаскиваем сэмпл наш сэмпл здесь давайте немножечко вот увеличим начало сэмпла подкорректируем чтобы было прямо в самом самом начале ну и вот у меня подключена midi клавиатура вот я могу играть уже этим сэмплом вот но собственно говоря мы здесь не для этого для того чтобы сделать бас мы должны использовать этот сэмпл в режиме луп давайте укоротим его возьмем только первую ноту вот здесь есть такая кнопочка луп нажимая которую у нас включается собственно говоря вот этот луп то есть петля и начинает сэмпл проигрываться бесконечно согласно длине этой петли вот если его сделать покороче он будет каждый раз ретригится вот и как раз техника создания вот этого вот интересного такого электронного звучания в том чтобы выделить одну длину волны ну или может быть две давайте вот еще увеличим да как вы видите у нас луп все короче и короче давайте еще сильнее увеличим ну и вот мы выделили буквально один цикл колебания волны и у нас получился такой прям вот практически электронный звук баса но это только начало нашего саунд дизайна сейчас нам надо подстроиться для этого мы будем использовать тюнер потому что когда я сэмплировал я записывал ноту ми низкую а нажимая здесь на клавишах ну различные ноты и непонятно будет ли она строить или нет как правило всегда надо проверять вот видите нажимаю до а звучит ля бемоль поэтому мы заходим вот во вкладку controls нашего симплера и вот здесь есть транспонит транспонирование и детюн ля бемоль соответственно нас на 4 полутона ниже до вот я поднимаю на 4 полутона выше вот уже почти до опа при помощи дитюна попал ну вот у нас уже прям приобретает формы более электронные наш звук здесь у нас симплере есть огибающие то есть мы можем поэкспериментировать с атакой релизом сустейном вот мы сейчас я не буду это пока делать также здесь есть встроенный фильтр при помощи которого тоже можно дальше формировать звук также здесь есть лфо как вы видите это лфо также можно использовать для модуляции частоты фильтра панорамы пича ну вот например давайте попробуем добавить модуляции фильтра вот сейчас стоит 1 герц можно побыстрее то есть у нас получается ну практически самый настоящий электронный бас но я на самом деле не очень люблю использовать вот эти вот встроенные лфо и встроенный фильтр я люблю использовать внешние эффекты они дают гораздо более хороший результат ну что ж продолжим вот здесь я набросал такой небольшой миди клип небольшую такую басовую партию вот так она звучит вот давайте перейдем к нашим девайсом и теперь мы посмотрим как же мы будем дальше издеваться над этим звуком нашей бас-гитары ну что ж теперь нам надо как-то далее скомпоновать и в общем доделать дизайн этого звука значит что мы делаем ну давайте для начала повесим на него компрессор чтобы он был у нас такой собранный компрессию я люблю делать не очень большую не очень жесткую ну вот как то так примерно компрессор кстати можно повесить и в конце после того как мы добавим на него различных фильтров и прочих звуков но мы поэкспериментируем попробуем потом компрессор в конец перенести вот значит у нас здесь короткая атака вот рейшио отношения к сама компрессии у нас примерно 4 к 1 и релиз я сделал примерно 22 миллисекунды и по моему мнению как бы такой релиз добавляет тело немного звуку добавляет сустейна вот дальше здесь в эйблтоне есть очень классный фильтр называется автофильтр добавляем его сюда вот и при помощи частоты среза low pass фильтра и при помощи резонанса можно поднарулить какой-то интересный такой но естественно хочется чтобы этот звук двигался динамически вместе непосредственно с нашим ну с нашей басовой партией поэтому вот я иду сюда в max for life вот здесь max for life есть envelope follower значит что такое envelope follower это такая штука которая считывает непосредственно амплитуду нашего сигнала то есть все пики все падения нашей амплитуды и собственно говоря генерирует огибающую на базе этого и что мы хотим сделать мы хотим замапить вот эту амплитуду на частоту среза фильтра да это делается очень просто вот я на нажимаю просто на map вот она начинает мигать и кликаю на частоту фильтра и все как бы по теперь вот этот envelope follower управляет частотой среза и вот пока у нас ничего толкового не получилось нужно при помощи вот этих ручек rise, fall и delay и gain сделать так сказать чтобы картина была более музыкальной да вот сейчас это слишком у нас происходит а а а а а а а а а Ну вот как-то так уже достаточно прикольно. И теперь мы берем еще один инструмент из категории Max4Life, который называется LFO. Это Low Frequency Осциллятор, то есть низкочастотный осциллятор, которым тоже можно управлять различными параметрами. Что я хочу сделать? Я хочу вот этим LFO управлять непосредственно глубиной воздействия вот этого вот Envelope Follower на наш фильтр. Я также беру, делаю маппинг и вот мапплю его на Gain. Но теперь нам надо опять-таки изменить глубину, чтобы он так по сумасшедшему все это дело не колбасил туда-сюда. И также сделать offset, чтобы он в нужном диапазоне нам все это делал. И здесь по умолчанию стоит 1 Гц, но я хочу, чтобы помедленнее все это было. И здесь по умолчанию стоит 1 Гц, но я хочу, чтобы он так по сумасшедшему все это делал. Вот, как вы видите, у нас теперь получается такая картина, что у нас фильтр меняется, открывая частоту и при, грубо говоря, извлечении каждой ноты, как это часто бывает в электронной музыке, да, на синтезаторах при помощи вот нашей огибающей. И также в целом, как бы постепенно, в медленном темпе у нас фильтр то открывается все больше, то закрывается все больше. Получается вот такая очень интересная картина, типичная для электронной музыки. И теперь, чтобы сделать бас более кислотным, прямо уже совсем до неузнаваемости кислотным, можно повесить еще один такой же LFO Tool и замапить его на резонанс нашего фильтра. Вот, опять-таки, глубину уменьшить, чтобы он резонанс этот не колбасил туда-сюда в каких-то прям совершенно неприличных пределах. Такая вот у нас интересная штука получается, по-моему, прям очень такой настоящий кислотный электронный бас, который, ну, при помощи, на самом деле, бас-гитары был создан. Вспомните, вот у нас изначальный наш сэмпл. Вот он, наш этот трек. И теперь хочется на этот трек навесить какого-нибудь вкусного лампового сатуратора. Вот такой вот сумасшедший жирный кислотный бас у нас получился. Вот, и давайте попробуем компрессор в конце поставить. А теперь давайте добавим хэд. Субтитры сделал DimaTorzok А теперь давайте немножко поэкспериментируем. Давайте попробуем сейчас перетащить луп безладового баса и также настроить звучание этого сэмпла. Безладовый бас должен звучать по-другому принципиально, как мне кажется. Может быть, я ошибаюсь. Давайте посмотрим. Здесь совершенно другая форма волны. Так, пока у нас ничего хорошего здесь не получается. Давайте закроем вот это все. Пока отключим компрессор. Отключим все вот эти наши LFO. Выключим фильтр. Так, ну вот что-то у нас уже получается. Здесь надо на октаву выше клавиатуру переключить. Так, я жму до. У нас звучит ми, поэтому надо на 3 полутона ниже. Даже на 4. Естественно, каждый сэмпл надо подстраивать, потому что, ну там, другие формы волны, другие длины волн. Вот, теперь у нас стало все на место. Теперь нам надо поработать с клипом. Видимо, для этого сэмпла, для этой формы волны, вся наша вот эта история, весь миди-клип, он слишком низкий. Надо его поднять на октаву выше. Даже на 2 октаву выше. А слышите разницу, да? Тембрально без Lado у вас звучит совсем по-другому. И у него прям такой какой-то... Даже не знаю, как его описать. Но что-то... Он даже еще более как-то электронно звучит, на мой взгляд. Давайте теперь включим фильтр. С Envelope Follower. Продолжение следует... Ну что ж, друзья, вот такой вот у нас интересный получился эксперимент. При помощи просто одной засемплированной ноты бас-гитары можно сделать очень клевый электронно-кислотный бас. И на самом деле, который звучит полноценно. Вот. Магия сэмплирования и саунд-дизайна творит чудеса. Друзья, кстати, к вам вопрос. Какой из звуков вам понравился больше? То есть, первый сделанный из ладового баса, и второй сделанный из безладового баса? Ответы пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, репостите видео в соцсетях. Нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих видео. И обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. RealBassist. И на мой саундклауд. RealBassist. Где я делюсь своей музыкой. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok